Здравствуйте, мои дорогие зрители, это Родео на быке в Америке. Нужно продержаться верхом 8 секунд, но здесь удается лишь полторы. Да, по реакции наездника видно, что его серьезно тряхануло там. У него на шее, кстати, цепь, может он тоже чей-то бык. Мощная животная сила. Этого белокурого красавца зовут Топ Доллар. То есть большие деньги. Сложен, как античная греческая статуя. Мускулист. На драйве. Скинул наездника практически сразу, еще и пендели ему, да, прям по ягодице. Но все честно, тут же подставляет и свои, но наездник уже ответить не в состоянии. Далее бык поменьше зовут Слобернокер, то есть слюнявый красавчик. И на нем Дэниел Фейтоса, как будто даже с легкостью держится 8 секунд. Засчитано. И очень профессионально вылез из-под него, хотя почти оказался под копытами. Да, наездник опытный, возможно, не единожды был в браке. Вот, смотрите, 8 секунд он прокатался отлично, но в самом конце вроде даже угодил под ноги. Вроде даже был наступлен на. Ногу чуть не выдергивают. Зеленый начинает быковать на быка. Смело. У наездника, возможно, внутреннее кровоизлияние, но сам встает, уходит. Вроде ничего. Здесь в зеленой подсветке прыгает Рэнк Фрэнк. То есть солидный Фрэнк с грязной попой. Комментаторы говорят, что это первый его наездник. И, судя по всему, Фрэнк нехило так удивился, что это налипло там на спине. Наездник сначала держит кулак вдохновленно. Можно даже сказать, на хайпе. Слюна струями исходит изо рта быка. Да, мощнейшее подкидывание. Даже с ноги пытаются дать. Представляете, какая там сила удара копытом. А вот так можно и руку сломать здесь. А далее, ребят, мы увидим быка черного, у которого процент сбрасывания 94% за всю карьеру. То есть продержаться на нем 8 секунд удалось 6 наездникам из 100. Мистер Райт Нау, то есть прямо сейчас. То есть его зовут прямо сейчас. Живущий в моменте. Свободный дух. Необузданный. Ну, за исключением тех 6%. Но видно, очень техничный бык сразу закручивается по часовой стрелке. Не прыгает рандомно туда-сюда. А как штопор, выкручивает ненужный вес со своей спины. Следующим выступает бык Хардрок. Наездник держится пока что более-менее стабильно. Чуть не получает копытом по голове. Чуть не продавливает и вместе со шлемом. Мой пилот двигается откровенно нездоровыми движениями. Стандартный закрут это он держал. А вот когда бык решил упасть на бок, тут уже деваться некуда. И вторая атака. Но добивать наездника Хардрок не стал. Кто будет быстрее, Формула-1 или дрон на управлении? Скорость у обоих запредельная. Но чтобы узнать, кто быстрее, придется, конечно, посмотреть видео. И вот этим дроном нужно снимать Формула-1 не только по прямой, но и по кривой. По всей трассе. Сможет ли этот дрон угнаться за чемпионом мира Формула-1? И на прямых, и на резких виражах. Видео опубликовано на моем Рутюб-канале. Переходите по ссылке в описании. Там интересно. Спасибо. Наездник Брейди из команды Техасские Гремучие. Видно, что да, немного потрясен произошедшим. Следующим выступает бык Черное Золото. Блэк Голд против наездника Корта Макфедана. О, опасный был мув, но Корт удерживает равновесие. Уже почти 8 секунд, но время останавливается. Корт был сбит и шлепнут. Тяжелыми, твердыми, надбровными дугами быка Черное Золото. Ну, видимо, так играючи, потому что мог бы и рогом там проткнуть. Полсекунды не хватило Корту, чтобы обуздать быка. Ну, обуздать в кавычках, конечно. И получается, что бык подкинул наездника, а дальше ударился уже в панель. Можно сказать, повезло, что не прижал. Вот этот с огромными рогами. По кличке Сокманки. То есть мягкая игрушка в виде обезьяны, слепленная из носков. Там, видимо, какая-то исторически сложившаяся кличка. Рога у него удобно расставлены по сторонам. Далеко упирают, чтобы браться за них руками и смотреть ему прямо в глаза. Если чувствуешь себя особенно удачливым сегодня. Ну, конкретно здесь зеленый наездник. Еще, наверное, легко отделался. Копытом не получил, хотя там поползновения были. Фу, вот это движение. Страшное дело. Следующий наездник, синий. Может быть, это придаст ему некой вальяжной пластике и равновесия. Ну, держится. И прыжки-то неплохие, но правда получает. Железобетонным кумпалом быка прям по голове. И удар был мощнейший. Наездник после него просто не шевелится. Ни малейшей шевеленочки от него. Да, со всего размаху. Лицом обулыжник. Такое может либо привести в чувство, либо от него увести. Видно, что у быка насморк. Может быть, аллергия на наездников. Зовут наездника Джоао Рикардо Вейера. И это в тот день было не единственное его избилие. Ой, прям по ребрам. Каждый раз, когда он будет заказывать и есть ребра, он будет вспоминать об этом. Ну, вроде живой. Но удар по голове это будет потом. Там-то он и ляжет. Бык с кличкой «Dose You Down», то есть «Усыплю тебя». Сначала прижимает, выдавливает весь воздух с легких, а потом шевелит копытами. Очень быстро. Ярый бык. Ну, после таких выступлений наездник Вейера синим будет не только в одежде, но и без нее. Один сплошной синяк. Даже спать больно будет. Чтобы уснуть, придется вырубаться. Наверное, тоже об копыто. Но здесь пятнистый прыгает, кстати, не так интенсивно. Наездник держится, но таймер уже остановлен. Он подскатился на бок. И вот как будто специально удерживается на боку, чтобы не спрыгивать под копыто быку. Но в итоге был снесен со спины. И зеленые зонируют это величественное животное. Наездник вроде бы в норме. Быстро поднялся. Но и сразу же оперся. О, платформу. Видимо, тяжело стоять. Здесь, возможно, подзастряла шпора. И там в конце при падении нужно присмотреться, был ли удар быком по телу. Тут удар такой массы. Вся сила которого локализована в одном небольшом копыте. Вот чуть по голове не попал, кстати. И все-таки копытом врезался в живот. Так можно и кишечник выдавить, ребят. Ну, вроде ладно. Вроде бы наездник очутился между двух ног. Иначе был бы разделен пополам. Вечный двигатель. Левитирующий. На самом деле висит в самом воздухе. На солнечных панелях. На магнитной подушке. Так называемый Мендосинский мотор. Прослужит около 100 лет. В какой-то мере вечный двигатель. Я слышал, что здесь применяются такие же принципы. Магниты. Технологии. Полностью ручная сборка в мастерской 8LightWin. Для детей. Для взрослых. Вечный двигатель наконец-то сделали. В руке держать аккуратно. Может завращаться прямо сейчас на энергии солнца. За создателем уже охотятся транснациональные корпорации. Есть разные модели. Такие. Секие. И даже тессерактообразные. Она сама едет на энергии солнца. Придумал дизайн моторов и основал мастерскую инженера с Челябинска Семен Назаров. Приобрести данные модели можно на его сайте 8LightWin.ru. Ссылка в описании. Спасибо. Следующий Бэк Хёртсоу Гуд. То есть, дескать, так приятно болит. Наносит целую серию ударов на езднику. Там прям комбо было с дополнительными очками и коэффициентами. Там Х2, Х3. Далеко не сразу отпустил человека. Тут по кругам накапливается энергия. И броском запускается в сторону. Это кидок. Бычий. Ну, парня 19 лет. Трещинки, по идее, должны быстро зарасти. Но потом могут дать о себе знать. Уже ближе к 50. Следующий Бэк Центрфолд. То есть, центральный разворот журнала, где изображена главная модель выпуска. У наездника, кстати, фамилия Козёл. И он попрыгал, конечно, да, но не до конца. Да, всё-таки слетел, но там такая, ребят, сырая мощь. Ой, ну я не знаю, как на этом вообще удержаться. И не удерживается наездник практически сразу. В замедленном. Понимая, что связки там рвутся. Растягиваются. Подтягиваются. И не так приятно, как с утра. Нет. У БК ещё рога вниз. Вот у этого наверх они загибаются. Ой. Не дай бог вот попасть на этот рог. Там есть вот люди с тремя сосками и будут с двумя пупками. Я даже не знаю, я как-то растерялся вот с этого заезда уже. Видите, вот я головой-то понимаю, что это цыганская космическая программа. Бояться здесь нечего. Но сердцем боюсь, переживаю. Здесь наездник всё никак не отцепится от БК. Заусенцем, что ли, зацепился там или чем? Но после удара в сену уходит недовольный. Не перебыковал он БК такие. Вот этот красавец, это панишер. То есть на чистейшем русском наказатор. И Джейк вроде бы неплохо на нём держится. Ну, правда, до этого сальто. Но в момент удержания он там ненадолго съехал на бок, поэтому отсчёт времени остановился. И как мы видим, рука у него гнётся во все направления. Иксбокс 360. Ну, просто как манекены таскают их. Но это и хорошо, что не зажатые, более расслабленные. Так, соответственно, меньше повреждений, как, например, у пьяных во время падений. Ну, и, конечно же, важное замечание, дорогие зрители. Не пытайтесь это повторить. Все трюки выполнены профессионалами, мастерами, мазохистами, остеопатами. Вот чёрный бык Хоупек. У него 100% сбрасываний. Никто ещё не смог продержаться на нём 8 секунд. Абсолютная бескомпромиссная груда мускулов. Прекрасная, мощная. Но всё равно с рогами. Коровы, а! Ну, тут немножко по носу. Но, судя по виду, с наездником всё в порядке. Ну, немного поскользнулся там чё-то. Тут просто сразу же начинается шляпу, шляпу. Наезднику, видимо, на что-то намекают. Ну, отделался малой кровью, да и бескровно вообще. Это ещё повезло. Ну, и напоследок у нас будет, наверное, один из мощнейших. Да, бык красный демон. Наездника прям копытит на трибуны. Тот аж присел. Очень легко отделался. Даже, видно, расстроился, что так легко. Очень грациозный прыжок вышел. Некое редчайшее совпадение. Выброс. И филигранное приземление. Как будто бы не пилота скинули, а он сам катапультировался. И ещё какое-то время осознавал, что же произошло. Далее бык Бэйби Хьюи. То есть маленький Хьюи. Присмотритесь к нему. Он ещё и агрессивный. Бортанул одного из зелёных. И не смотри, что маленький, своё дело делает. Да, дорогие друзья, спорт хоть и жестокий, но довольно интересный и красивый для просмотра. Спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайк, пожалуйста, если боль, мень хоть как-то. Ну а если лень, то и не ставьте. Ну что уж тут. Желаю вам здоровья, добра, любви, процветания и, конечно же, денежных средств. Спасибо за внимание. До свидания.